Здравствуйте, я Наджалю Величко. Я певица, писатель, носитель древней тибетской философии и автор методики «Счастье без усилий». Всегда приятно иметь одобрение со стороны других людей, что «Ой, ты делаешь такие замечательные, прекрасные вещи». Кто-то, наоборот, ищет успеха просто как внимание. «Уделите мне внимание хоть какое-нибудь, мне все равно». Поэтому, я думаю, это очень индивидуальный вопрос. У кого-то генетически в семье, для них успех – это часть истории их семьи, у них это из поколения в поколение. Для кого-то успех – это показать, сделать что-то ценное и полезное для мира. Сделать что-то важное, что поменяет жизнь на всей планете. Говорят, тем более, о каких-то сейчас современных технологиях. Ну, по-разному. Неверие. Неверие самого в то, что ты делаешь. Кроме нас самих, по большому счету, нам больше никто не может помешать. Да, люди со стороны могут не поддерживать, могут иметь свое мнение, на что они имеют полное право. Но главный человек, который может мешать – это мы сами себе, когда мы не верим. Когда мы опускаем руки и не можем себя поднять. Поэтому нам очень важно, если не в самих себе, то находить друзей, поддержку, людей, которые тебе говорят – ты молодец, справишься. Либо научиться установить в своей жизни такие порядки, которые помогают тебе постоянно быть в тонусе. Поддержку. Ты, например, понимаешь, что в какие-то дни, в какие-то моменты ты чувствуешь опустошенность. Да, и относиться к этому достаточно, так скажем, в здоровом смысле технически. Ага, с этим можно справиться. Я с этим справлюсь. Мне надо что-то проработать, с чем-то повзаимодействовать внутри себя. Да, и, в общем-то, с этим справлюсь и пойду дальше. А можно ведь зацепиться за что-то и уйти в это переживание очень глубоко на много-много лет, что как раз и помешает в реализации каких-то своих планов, идей. Ну, во-первых, я не ошибусь, если скажу, что все успешные люди, то, что они делают, они любят. Они этим живут и днем, и ночью 24 на 7. Поэтому очень важно любить то, что вы делаете. И делать это не любить не потому, что, ага, вот сейчас меня оценят, и тогда я вот это буду любить. Нет, а потому что ты это любишь, потому что это действительно, ну, все твое тело говорит о том, что ты радуешься этому, там, не знаю, творчеству, твоя работа, это проявление тебя самого. Тогда ты, получается, просыпаешься, ты создаешь какой-то продукт, и ты ему радуешься, и никто не может тебе помешать не любить это. Ты говоришь, нет, ну мне нравится, да. Это как наши, там, не знаю, детские поделки, игры. Вот ребенок создает, и он это любит. Какой бы оно там кривое вот не было, да, вот он рисует, он любит этот рисунок. Вот, и, ну, только люди со стороны могут сказать, как это некрасиво, но на ребенка мы можем влиять, да, а когда мы вырастаем, мы уже, конечно же, должны быть более крепки в этом понимании, поддаваться меньшему влиянию со стороны, потому что, ну, критика – это естественный процесс течения жизни, так скажем. Вот, относиться к этому как-то спокойнее. И причем даже, скорее, избегать вот этого токсичного, ненужного диалога, да, порой критика бывает конструктивная, это прекрасно, бывает деструктивная, которая совершенно неизвестная. Не имеет никакого выхлопа здорового. Вот, можно смело заканчивать эти разговоры и не тратить время на негатив. Вот. Второе – это концентрация внимания. Очень важно развивать концентрацию внимания. Концентрация на телесном контакте с самим собой, да, потому что наше тело – это же, ну, наш подсознательный, так скажем, инструмент, показывающий, демонстрирующий миру то, что в каком состоянии мы пребываем, что у нас, да, когда мы смущаемся, когда мы задумчивые. И наши глаза, руки, тело это все показывают. Вот. И поэтому очень важно работать со своим телом. И тогда, опять-таки же, наш тело нам поможет выходить нам из трудных жизненных ситуаций, да, например, мы напряжены, волнуемся, но у нас тело как инструмент. Раз мы там поднажали где-то, в хорошем смысле, я имею в виду, да, дали тонуса. Вот. Продышались и пошли дальше. И таким образом какая-то эмоция, какое-то переживание, какое-то неверие ушли. Вот. Далее успешные люди. Ну, я могу сказать точно о людях великих, успешных. Они точно думали не только о себе. Вот. Люди, которые успешными были в том, что они делают. Ведь успех – это не обязательно финансовое признание. Я имею в виду качественное выполнение той работы, которую ты делаешь, которая помогает большому количеству людей, да. И ты можешь быть совершенно неизвестен, но при этом делать большую, какую-то очень важную работу. Им можно не зарабатывать больших денег, но быть успешным в том, что ты делаешь. Поэтому очень важно понимать, что такое успех, да, быть на обложке журнала или действительно быть в топе профессионалов, причем не грезя этой популярностью, да. Потому что успех, популярность – это тоже определенные там градации этих вещей. Вот. Поэтому успешные люди, по-настоящему успешные, они великие успешные. Конечно же, не думают только о себе. Потому что, когда мы думаем только о себе, этот результат, он всегда конечен, да. Рано или поздно мы зацикливаемся на себе, и нам все мало-мало, и все не то. А когда мы думаем о других, мы начинаем видеть, как это помогает другим. И момент, когда нам плохо, это уже огромное подспорье. Мы понимаем, ага, то, что я сделала, это было не зря, и уже приятно. А так вообще, когда ты делаешь, что полезно и хорошо для других, ну вообще от этого как-то жизнерадостнее становится. Ты смотришь вокруг, и ты говоришь, ну, я жизнь прожила не зря, здорово. Вот. А что еще у нас? Тренировка и развитие постоянное тело и сознание, они неотъемлемо связаны друг с другом. Мы постоянно тренируемся. Это не обязательно спорт, да, но это какой-то вид деятельности, который ты чувствуешь, что тебе необходим. Не знаю, там, танцы, пластик для девушек, для мужчин. Это может быть, ну, не знаю, настольный теннис, да, вроде бы не является каким-то таким с виду активным видом спорта, но на самом деле развивает огромное количество когнитивных функций мозга и, в принципе, тела. Поэтому мы интуитивно, как правило, знаем, что нам надо для развития. Поэтому постоянно развиваться, да, постоянно не заканчивать. Это дает нам возможность оставаться молодым и физически, и морально, и психологически, и в здравом уме, и в здравой памяти, что очень важно, потому что чем безумнее обстоятельство вокруг, тем ярче видно здравомыслие людей. Вот, и пятый успех, пятый успех. Но я бы, наверное, для последнего, вот для последнего веяния умение быть в команде, умение не одному что-то делать, да, а понимать, насколько мы все взаимосвязаны в процессе, когда ты делаешь и опираешься на других, а люди опираются на тебя, и, в общем, это такое совместное сотворчество. Вот, поэтому вот я бы назвала вот эти шаги к успеху. Наш мозг – это компьютер, надо понимать, да, все, что мы туда, как зернышки, информацию какую вкладываем, она будет прорастать. Если каждый день вы будете вот эти пять пунктов, например, там, повесите себе на холодильник, в телефоне запишите, распишите, что для вас вот эти там установки, любые установки вообще. Это касается абсолютно любых установок. И будете концентрировано совершать те или иные действия, вспоминая, называется, пометуя о тех или иных установках. Ну, например, я утром встаю, я понимаю, что, например, мне надо заняться саморазвитием, да, я еще не знаю, что я хочу, что мне надо, но я еще не готова морально. Но я уже себе повесила эту задачу. Я хочу саморазвитием заняться, да. И я, например, написала это в своем, там, не знаю, дневнике, ну, планере в смысле, вот, или там где-то повесила на видном месте. Если я глазами постоянно это вижу, я начинаю потихоньку привыкать к этой мысли. Далее я начинаю уже автоматически читать статьи и разговаривать на эти темы. Мой круг интересов уже начинает меняться. Люди, которые занимаются постоянно саморазвитием, у них автоматически меняется диалог, у них меняются книги, времяпрепровождение, и ты начинаешь уже меняться. Вот он, путь трансформации начинается. И таким образом ты начинаешь постоянно подсаживать новые-новые зернышки, вот, для саморазвития. Потом ты так думаешь, ага, ну, например, я чувствую, что у меня там где-то там в спине что-то зажато, да, мне надо с этим поработать. И я начинаю в течение дня вспоминать, ага, у меня что-то в спине. Я выравниваюсь, расслабляюсь, туда фокус внимания отправляю. И чем чаще я это делаю, тем больше мой мозг перенимает это как навык. Он начинает делать это потом автоматически. Ведь мы ходим уже и не задумываемся, да, как мы идем, там, перешагиваем лужи, разговариваем по телефону, смотрим на небо, и все это мы делаем и даже не понимаем, как это происходит. На самом деле то же самое с любым другим действием. Мы сначала уделяем этому внимание, нарабатываем, а потом подсознание автоматически его реализует для нас. В общем, это и есть саморазвитие, когда ты постоянно находишь себе новые задачи, ставишь своему мозгу новые задачи. На самом деле это очень увлекательно. Только начни это делать, и там вообще до бесконечности это саморазвитие. И на самом деле в том, что ты делаешь, успех тогда неминуемый, это 100%. Потому что ты постоянно будешь заниматься в хорошем смысле самосовершенствованием. Не для кого-то, а для саморазвития, для самого себя. И еще будешь от этого получать удовольствие. Ну вот это такое, получается, разматывается как маховик с постоянно все больше и больше силой. Вот так.